Ребенок мне принес под лошадь, а сейчас будет спрятаться в голову Мы только уедем, считаю, что не даром тут все это делали, я тут целый день почки свои вытаскиваю Они сами там меняются? Нет, вечером дождемся до завтра, чтобы и завтра сидеть Поменяется, вроде не поменяется Я считаю, что нам надо плутиться и тут уже как бы оставим Добрый вечер всем, которые сейчас смотрят нас в прямом эфире под Светиным все Значит, я нахожусь на выезде из города Бельцик в сторону Сан-Джерей Значит, для тех, кто не следил сегодня в СМИ за всеми событиями, которые здесь происходили, ситуация следующая Значит, люди доведены до отчаяния, люди сегодня перекрыли национальную дорогу в то же самое время Хочу отметить, что на момент, когда я сюда приехал, водители, владельцы автомобилей вели себя абсолютно корректно Пропускали пассажирские автобусы, больных, беременных блокировали только Спецтехнику все пропустили Да, пропускали спецтехнику, которую убирало город То есть, люди не хотели сегодня создать какой-то транспортный коллапс для того, чтобы навредить таким же людям, как они Они просто хотели, чтобы их услышали За сегодняшний день пытались, значит, дозвониться до министра Бронзан Значит, да, были какие-то результаты после того, как дозвонили с некоторым представителем правительства Переговорили с министром Бронзан Нам звонил сегодня сюда на телефон, значит, Андрей Черный, замминистра, который курирует транспортные вопросы Должен, он попытался согласовать с министром его приезд сюда Они отказались, пригласили транспортников к себе Пригласили к себе на встречу в четверг или пятницу в приемную Я приехал, у меня был прием граждан по личным вопросам Я подъехал сейчас к ребятам уже поздно вечером сюда Значит, есть несколько мнений Я объяснил ситуацию, что завтра вся страна будет наблюдать за всем тем, что будет происходить в Молдавском парламенте Потому что, возможно, отставка правительства Возможно, как люди говорят и правильно говорят о том, что министр мог не иметь особого желания, настроения сюда ехать Понимают, что завтра может быть все правительственно Правительство отправлено в отставку И, может быть, ждут, чем завтра закончится голосование возможной партии социалистов с партией демократов в парламенте Одни говорят, что будет новая свадьба Вторая говорят, что договорятся Но сегодня страдают люди Вы посмотрите Стоят грузовики со всего севера Молдовы Люди доведены до отчаяния Потому что для одних за деньги дозволы есть Для других, для людей, которые не платят за них деньги Денег нет И сегодня понятно, что есть вопросы национального масштаба Но в то же самое время Этим людям никто не может запретить защищать свои права Что они, в принципе, с честью и достоинством делают Поэтому, что они будут делать сегодня Когда нет реакции Пример министра страны А он действующий Нет реакции президента страны Сегодня сколько? 500 дозволов? Обещали 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 500 дозволов В стране 9000 автомобилей И очень правильно отметили сегодня транспортники Что Украина, которая находится в открытом конфликте с Российской Федерацией У них этих проблем нет Они ездят А транспортники из Молдовы Сталкиваются с проблемой дозволов Значит это когда? Во время Шалару, да? Если я не ошибаюсь Да Во время руководства Шалару Во время руководства Шалару они появились Понятно Все на ура Кто-то стриг Кто-то косил Все эти годы на этих дозволах Но сегодня При всей той политической ситуации в стране Люди хотят обратиться К президенту страны К спикеру парламента К премьеру министру Президент точно в состоянии Позвонить в Москву И попросить не 500 дозволов А попросить 5000 дозволов до Нового года Почему сегодня Вот я сейчас поставил задачу помощникам Собрать информацию У нас проблемы сегодня есть только с Молдавией С Белоруссией она отсутствует С Украиной она отсутствует Окей Белоруссия является членом Евразийского экономического союза Но Украина им не является И в Украине сегодня этих проблем нет Поэтому Я Так как у нас сейчас нет СМИ Сегодня здесь были Работали Очень много телеканалов Но сейчас поздний вечер Я хочу предоставить возможность Ребятам высказаться Потому что они хотят быть услышанными Они хотят чтобы к ним приехали Объяснили ситуацию Самое главное показали решение вопроса И что Вне зависимости от того Меняется правительство Не меняется Но есть масса чиновников Каждое министерство Которое не уходит вместе с министром И сегодня К сожалению Никто им ничего не ответил Я сейчас переключу камеру на них Я думаю Ребят вы в принципе можете Давай Начинаем Что Я значит Что хочу сказать Хочу сказать То же самое Значит Мы обращаемся в первую очередь К президенту нашей республики Нашей интернете То же самое В первую очередь К президенту Во вторую очередь Мы хотим все Обратиться К премьер-министру Нашей республики И опять-таки Привлечь к себе Внимание И получить Значит Ответы на наши вопросы И мы хотим Чтобы вы в конце концов Занялись своей непосредственной работой Для чего Вы были наняты Своим Своим народом Народом республики Молдавия На эту работу Я думаю По нормальному По разумному Не составляет большого труда Значит Решить этот вопрос Тем более Что Игорь Николаевич Сказал Что этот вопрос Абсолютно Быстро Можно решить В течение Одной сутки Это не мои слова Это слова Самого президента Нашей республики С тех пор Прошло сколько суток Как мы обращались С первым обращением Дома президента Сказал На июне Нам приведет Кому Носен дозвал Носен чем Носен дай Дома президента Что делал на июне Ниня Соскреска Соскрёв Соскреска 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 Демполония Да машина Соскреска 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 никто не услышит, так как не услышали нас сегодня, что мы делаем какой шаг, ребят? Перекрываем домов, вывезем домов, мы перекроем. Нам больше ничего другого не остается. Большими машинами выезжаем и перекрываем все, все трассы, все федеральные трассы. Мы на сегодняшний день, главных нет, зачинщиков здесь нет, зачинщики все на сегодняшний день, так как мы видим по нашему разговору, которые довели нас до такой крайней ситуации, это Анто и премьер-министр и министр транспорта. Это люди, которые довели нас до отчаяния. Но мы заставляем за собой право действительно дальше распоряжаться своими машинами или оставить их на дороге и спалить, или пусть дают нам внятный результат на наш вопрос. Если мы хотим работать, то когда мы начнем работать и в положенном, как говорится, ритме, а не два дозвола на десять машин. Это ничего. Ребята, согласны? Все согласны. Один рейс в три месяца. Да. Вы тут спрашивают люди, остаетесь или... Остаем, остаемся. Мы хотим остаться, пока никто не выйдет на наш... Пока приедет кто-нибудь. Мы вынуждены остаться. Завтра мы никуда не тропаем, все равно работы нет. Все равно у нас работы нет. Будем меняться, будем меняться тогда. Не у всех сегодня, конечно, получается остаться, может, у каждого есть чуть-чуть какие-то проблемы, нюансы, но, значит, будем меняться, тогда будем уже договариваться и меняться. Кто-то сегодня, кто-то завтра и так далее и тому подобное. Пока не услышим положительный результат. Результат будет, мы все поедем на работу. Зарабатывать на свою семью деньги. А в смысле? Когда вам здесь стоять? Мы за режимом. Вы видели для тех, потому что все больше людей со всей страны подключаются онлайн. Вы видите позицию ребят, ее можно понять. Я объяснил и рассказал людям о том, что готовится, что будет завтра в Кишиневе. Потому что очень много людей, которые будут выходить на протесты, против демизиции гувернулии, против демизиции гувернулии, против демизиции гувернулии, против фугарией ПДД с ПСРМ. ПОДПИСМЕНТЫ 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 мяза, состоясь в оборудовании. А венитакума сара дупо сервичок. Дако даму Бранзан урка машины ше венеащ статья ищи в оборудовании ше гасау осолуцін 30-40 димути, я раз фи окей. Даршы дзиндэн кабинеті бай баяць дла гуверну вас паразда путеца вес 20 шобди дипломи дин Гарвард, да не ешіндэн территори, не стендэ ата ше куаменин пряжор, войнышодатэ нас путец солуціона, ну ка врё проблема керла невердицаре, до нас путец солуціонаву проблеми керла невелди колхоз. А то есть парерями. Поэтому мы будем следить за всем тем, что происходит. Значит, сейчас ночью здесь, чтобы люди не были одни, чтобы не было каких-то провокаций, работает Бельский телеканал БТВ, потому что все остальные телеканалы уехали. Значит, я буду здесь с ребятами, если сейчас могу как-то поучаствовать. Значит, ну, попытаемся как-то, ну, будем в Бельцах сейчас говорить чай, как-то поддерживать людей, которые борются за, не только за свои права и за дозвол, они борются за то, чтобы их семьи выжили. И за это я... И чтобы люди остались, вот как говорят, в Молдавии. А не уехать из страны, как это делают сотни людей. Примерно так. Будут какие-то моменты, я выйду дополнительный прямой эфир. Спасибо.